Представлю нашего первого гостя Александра Никитина, заместитель министра культуры, председатель комитета по туризму правительства Хабаровского края. Здравствуйте. Почему позвал Александра Евгеньевича? Потому что сегодня произошло событие, которое мне очень понравилось благодаря своему названию. Хабаровск – город, дружелюбные люди. Это, можно сказать, символ нашей рубрики «Глаз народа». Практически. Да, практически все, о чем мы говорим, это как сделать город дружелюбным людям. Но на самом деле, в данном случае, тороператоры так назвали тему повышения туристической привлекательности Хабаровска и Хабаровского края. Я правильно понял? Да, примерно так. Но только, если говорить о сегодняшнем форуме, то организаторы, его экспертный клуб «Мега», вышли с инициативой познакомиться и поговорить на тему того, как сделать жизнь в Хабаровске лучше. С депутатами городской думы пригласили нас, комитет по туризму. Обсуждали разные вопросы, в том числе вопросы экологии, вопросы городского благоустройства. На многие темы поговорили. Скажем так, что это был такой первый шаг, что ли, пощупать проблему. Поговорили, сделали для себя выводы, решили, что надо какое-то время, чтобы эту информацию все осмыслить. И будем, наверное, в каком-то регулярном режиме возвращаться к этой теме дальше. Ну вот при первом приближении, какие основные проблемы, на ваш взгляд, вот вы для себя, по крайней мере, услышали? Ну, вы уже сказали, благоустройство и экология, может быть, какие-то более конкретные вещи? — Если говорить все-таки о развитии туризма в крае в целом, что является непосредственными полномочиями нашего комитета по туризму, то здесь эта проблема, наверное, не только самого города Хабаровска, сколько любого муниципального образования Хабаровского края. Проблем на самом деле две, которые вот у меня так видятся и которые вот мы должны решать. Первая проблема состоит в том, что в силу действия 131-го федерального закона на уровне муниципальных образований отсутствует полномочия по развитию туризма. Это означает, что нет муниципальных программ, это означает, что нет ответственных исполнителей, это означает, что не реализуются программные мероприятия. А что это такое? Это развитие туристской инфраструктуры, создание новых объектов показов, не проводятся событийные мероприятия туристской направленности, не продвигается туристский продукт в информационных сетях и так далее. И это проблема, которая решается, увы, не нами, к сожалению. Это проблема федерального уровня власти, это проблема внесения изменений, в том числе в 131-й федеральный закон. Буквально две недели назад вышли изменения в закон о туристской деятельности в Российской Федерации, которые как раз-таки предусматривают возможность формирования и реализации программ по развитию туризма на муниципальном уровне. И то, о чем я сегодня тоже сказал и депутатам городской думы Хабаровска, попросил их обратить на это внимание, чтобы такие программы появлялись не только в Хабаровске, но и вообще по территории всего региона. Что это нам даст? Это нам даст возможность комплексной реализации, комплексного подхода к развитию туризма на всех трех уровнях. На уровне федерации, на уровне региона и на уровне, соответственно, муниципалитетов. И, соответственно, финансирование этих мероприятий тоже может быть субсидиарно получено из разного уровня бюджета. Вот я как раз про деньги спросил, потому что, ну вот когда был принят давно-давно 131 закон, конечно, муниципальные власти сказали, да куда же нам столько полномочий при практически полном отсутствии денег, а тут еще одно полномочие. Но вы говорите, что действительно, возможно, какая-то история с софинансированием. Да, конечно, такая зонтичная структура, как это действует во многих других отраслях. Есть федеральный бюджет, как некоторая такая зонтичная структура, под ним уже, соответственно, регион с его возможностями финансирования. Ну и на местном уровне, там уж кто чем богат, как говорится. И вторая проблема, которая, вот мне видится, тоже очень актуальна для Хабаровского края, она состоит в том, что на сегодняшний день краю на самом деле есть чем гордиться с точки зрения туристского предложения, у нас только в нашей базе данных в комитете более 150 программ и проектов, туристских продуктов, абсолютно различные направленности, которые доступны сегодня для граждан. Это и гастрономические туры, и культурно-познавательная программа, и экологический туризм, и многие-многие-многие другие предложения. Но основная проблема, которая в этом смысле сейчас есть, это то, что все эти туры, все эти предложения, они предлагаются к реализации субъектами малого и среднего бизнеса. И, как правило, они носят такой локальный, что ли, характер. Для того, чтобы мы все-таки получили сюда приезжего из других регионов туриста, нам нужно сформировать некое предложение, которое будет интересно там, которое будет не на один-два дня, как вот сейчас мы видим разные предложения, а которое перекроет жизнь туриста здесь, на территории региона, на неделю, на 10 дней. То есть из таких мелких предложений каким-то образом их соединить между собой и сделать... Формировать, упаковать, что называется. Конфетку, такой торт. Упаковать, да, 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 сделать такой тортик, комплексное такое предложение, которое потом, опять же, нашими же усилиями продвинуть на рынок Российской Федерации, может быть, куда-то за рубеж, предложить его реализацию кому-то из туроператоров региональных. Вот такие две задачи сейчас перед нами стоят. Александр Леонидович, можно я как профан со стороны вот на это взгляну? Вот мне кажется, ответ на вопрос, как это сделать, вот он есть в самом названии. Город дружелюбный людям. То есть для того, чтобы привлечь туристов, надо сделать, чтобы край и город стали дружелюбными, в принципе, к людям, прежде всего, к местным жителям. Я вот вспоминаю вот города, где мне приятно бывать, и в основном туда хочу, потому что я чувствую там доброжелательность, да. Там удобный транспорт, да, там удобная система общебита, много кафе удобных. И, соответственно, если мы хотим привлечь туристов, надо сделать просто Хабаровск удобным. Ну, на мой взгляд, для российского города он и так вполне удобный. Мне вот кажется, что он даже более удобный, чем Владивосток. Ну, для того, чтобы привлечь еще больше туристов, надо сделать так, чтобы он был еще более удобным. Ну вот, среди прочего, сегодня мы с депутатами городской думы эти вопросы в том числе обсуждали. Создание новых маршрутов, точек притяжения, интересных объектов показа, возможность в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Существенные туалеты. Нам в рубрику «Глаз народа» очень часто жалуются хабаровчане. А представляете, как от этого страдают приезжие люди, которые не знают, куда сходить, где найти туалет. Представляю, я тоже много где бывал. Александр Евгеньевич, смотрите, многое говорится о развитии внутреннего туризма, тем более сейчас период пандемии коронавируса. Вот непосредственно к приезжим из других регионов страны, вот я думаю, мы сегодня еще перейдем, меня, знаете, другой аспект интересует. Возможно ли внутренний туризм, вот здесь, в Хабаровском крае, сделать привлекательным для жителей Хабаровского края? Вы совершенно точно сказали, что есть у нас куда ездить и съездить, и на что посмотреть, и как отдохнуть. Но, с одной стороны, ну те же шантары, они для местных жителей, они недоступны, и, наверное, они не должны быть доступны. Это, видимо, рассчитано... Это элитный отдых. Конечно, да, это элитный отдых. А еще какие варианты? Вот это не праздный вопрос, и Слава, думаю, меня поддержит. Когда начинаешь искать вот что-то для себя, ну вот, не знаю, на те же майские каникулы, ты всегда упираешься в цену, которая, ну мне, как жителю Хабаровского края, кажется, не совсем адекватной, скажем так. Вот что по этому поводу можете сказать? Можем мы, хабаровчане, у себя в Хабаровском крае интересно и относительно недорого отдохнуть? Главное, оставить здесь деньги. Ну и оставить деньги, конечно. Ну, если говорить о первой вашей части вопроса или утверждении, я тоже полагаю, что шантарские острова не должны стать массовым видом туризма, потому что мы понимаем, что уникальная флора, фауна этого региона, она может действительно серьезно пострадать, и мы просто потеряем такой памятник природы, как шантарский архипелаг. То, что это действительно является таким эксклюзивным предложением сегодня на туристском рынке страны, это неплохо, давайте этим гордиться, давайте это позиционировать как своего рода визитную карточку региона, что сегодня и происходит, собственно говоря. А что касается отдыха простому человеку, тут, конечно, все диктует рынок. Во многом мы связаны с тем, что есть там транспортные сопутствующие расходы, есть гостиничные расходы. Буквально вот к этим майским праздникам мы подготовили такую достаточно развернутую презентацию, как провести майские праздники. Она так и называлась. Мы ее разослали по вашим коллегам, посредством массовой информации. Разошлась она достаточно успешно, была растиражирована. Мы сделали там два блока, куда пойти с детьми и куда пойти взрослому человеку. Туда вошли совершенно различные мероприятия. Для деток это и представление театра кукол, и походы на фабрику мороженого. Для взрослых это понятно, что работали наши краевые театры, пожалуйста, тоже открыто работали. Парки работали, другие учреждения культуры. Среди прочего события, вот, например, для меня, для взрослого человека, мужчины, было очень интересное событие, которое называется открытие мотосезона в Хабаровске, которое, на самом деле, привело в наш край несколько десятков, если не сотен мотоциклистов из других наших соседних регионов. Приезжали люди из Владивостока, приезжали из Еврейской области, Амурской области гости. Было такое интересное событие, которое в том числе было с элементами событийного туризма. Была концертная программа. Мы просто не замечаем, потому что мы находимся внутри, оно постепенно меняется, а когда изнутри ты изменений этих не видишь. А можно я скажу, как это происходит, простите меня, что вспомнил, в Италии. Ты приезжаешь в какой-нибудь регион или в город, и прямо на вокзале тебе продают туристические карты этого региона. Соответственно, там все обозначено. Места и время. Соответственно, мне кажется, вот точно так же, приезжая в Хабаровск, человек должен получить эту карту, что в Хабаровске, Хабаровском крае, когда можно посмотреть, с точным вот расписанием, с адресами, с телефонами. Как вы считаете? Я не просто считаю, я скажу, что эта работа уже нами ведется. В декабре месяц восстановил работу Туристский информационный центр Хабаровского края. Сейчас он представлен двумя точками физическими. Это одна стойка информационная на территории аэропорта Хабаровска, а вторая точка находится на Комсомольской площади, в научной библиотеке, где точно так же для любого желающего будет предоставлена и карта, и текущая информация о каких-то ключевых событиях, о предложениях туроператоров, о каких-то, не знаю, акциях, которые происходят. Все это есть и это работает. На нашем портале туристском travel.khv.ru опять же, эти предложения все сформулированы. Мы активно приглашаем и жителей, и гостей Хабаровского края пользоваться услугами этого центра. Там очень много полезной информации. Вы знаете, я подумал, что по идее коронавирус, пандемия, локдаун, вынужденная безвыездность, по идее это могло стать каким-то трамплином для развития внутреннего туризма. Конечно, большая часть локдауна уже упущена, но я думаю, несколько месяцев у нас еще есть. Мы успеем наверстывать. Ну, потому что огромное число людей, которые привыкли выезжать и тратить деньги где-нибудь еще, вот не могут сейчас. Да я вот даже можно обострю ситуацию. Вот Славу, увлеките чем-нибудь. Он всегда отдыхает за границей. Франция, Италия, мы все время от него слышим. Сейчас он уже почти больше года не может никуда выехать. Вот ему сделайте предложение. Андрей Евгеньевич. Александр Евгеньевич, простите. А что вы любите? Давайте с этого начнем. Ой, на что-нибудь посмотреть. Пляж я не люблю много ходить, много смотреть. Озеро Амут. Можно быть. Сплав по речкам. Охота, рыбалка. Ну, желательно, чтобы добираться было удобно. Тогда проще. Я вот 9 мая посмотрел Парад Победы, а потом поехал на автобусную экскурсию по Хабаровску. Получил большое удовольствие. Три часа шла экскурсия. Я много интересного для себя узнал. Но я проехал по Амурскому мосту для себя впервые. То есть я открыл город несколько с другой стороны. Получил много полезной информации. Вполне доступно. Поэтому это очень удобно. На Комсомольской площади вы садитесь в автобус, и туда же вас привозят. Я подумал, что, в принципе, вы и так добились цели. Я никуда не еду, трачу свои деньги здесь. В принципе, все хорошо. И действительно смотрю все то, что вы предлагаете. Нет, предложений на самом деле очень много. Очень популярны сегодня сити-туры именно обзорные по городу. Они бывают совершенно разной тематики. Хабаровск православный, Хабаровск – город воинской славы. Предложения есть различные. Есть, если вы все-таки заинтересованы в природе, походы в Большихихцирский заповедник. Есть какие-то другие предложения связанные. Есть глэмпинги, в конце концов, где можно переночевать практически в тайге. То есть... В общем, вы слышали, в Хабаровском крае все есть. Даже в Примурье они обязательно отправляются. Спасибо. У нас в гостях был Александр Никитин, заместитель министра культуры, подседатель комитета по туризму. Мы говорили про развитие внутреннего туризма и сошлись на том, что в Хабаровском крае все есть. Но есть над чем поработать. Да. Нужно просьба. Карта нужна. Карта.